Друг с другом, да? И второй же вариант тот же самый. Европарламент и не только Европарламент. Но они в комиссию хотят попасть комиссара. В том-то дело, что она не столько в депутаты, как она хочет в комиссар попасть. А я думаю, что вот сейчас уход господина Домбровского ей очень попортил не только настроение, но и возможность вообще стать комиссаром. Поскольку если так оценивать, то господин Домбровский гораздо ближе к этому посту комиссара, чем слово «Табултыни». Поскольку ему не надо сейчас сказать, что я ухожу из премьеры, чтобы там пойти в Европу. Нет. А я вот слышал такую версию от разных умных людей, что президент может придумать такую ротацию, наш президент Андрей Берзенович, Пеблокса пригласить на пост премьера, а Домбровский, по крайней мере, на 4 месяца займет пост комиссара. Да, это очень реально. Только все зависит сейчас от господина Пеблокса. Насколько он готов, хотя ему, что ему осталось, ну немного осталось. Ну, может быть, сыграть хорошую роль на сцене латвийской театральной сцены политической. То есть его давно уже забыли, как министр образования, уже никто не помнит, что он был в латвийской политике. Ну, он же был министром финансов, когда Банк Балтии. Но, с другой стороны, он показал тогда политическую зрелость, он взял вину на себя. О том, о чем мы сейчас спорим, надо брать, не надо. Это тоже забыли уже все. Электоральная память короткая. Для этого есть вы, журналисты, которые напоминают людям, что было, и, знаете, тогда воспоминания наступают, определенная носталгия. Так что, я думаю, такая игра и такой реверанс может быть. И только все зависит от того, насколько активно сам президент будет включаться в процесс создания правительства. А вот роль президента какая, на ваш взгляд? Какую игру, какую партию он играет в этом оркестре? В пользу Зеленых? В пользу Ленбергса? В пользу кого? Знаете, во-первых, я думаю, что первое, когда он сказал свою речь по отношению к тому, что произошло... Трагедия, в имею в виду, трагедия. Да, да, да. Это, по-моему, была самая лучшая речь, которую я слышала от президента. Поскольку она была продумана, и она была сказана не как официальная речь президента кому-то. Это сказал человек, который занимает определенный пост в государстве, он обратился к людям. Там мне задавали потом вопрос, можно ли употреблять слово там убийство. Он говорил для народа, и людям это очень нужно было в тот момент. В пользу Зеленых? Ну, немножко, я думаю, не настолько, не надо считать, что наш президент настолько уже обтерся в политике, что он играет уже покер с закрытыми глазами и всегда выигрывает, да? Нет. Но в этой ситуации получается, что немножко в их пользу сыграли в сторону Зеленых. Но они же давно кокетство ведут там с Венуа-Тиба, помните, насчет бюджета, насчет там министра, мы так, висяк, там немножко дядь-дити, немножко для спорта в Энспилсе очередной раз, так немножко получается, да? Так что игра уже велась с ними такая, подпольная игра, как сказать. Но у единства все, нету никаких красных линий, да? Зеленые, олигархи, все, пожалуйста. Я думаю, для единства сейчас вопрос жить или не жить, быть или не быть в политике, поскольку если они сейчас начнут вести очень такие четкие красные линии, тогда с кем они пойдут вместе? Мы же должны посчитать, что сейчас от коалиции, которая была в парламенте, как организованная сила, все уходят, уходят, и они становятся уже в меньшинстве. Мне вообще кажется, что красные линии только у господина Затлерса остались, потому что даже формальный лидер партии Демитерс сказал, что надо со всеми говорить. Затлерса, по-моему, вообще никаких границ не осталось после того, что он сделал во время трагедии, поехал, как сказать, на гулянку в Литву, где даже литовцы удивились, что он туда поехал, и какие фотографии мы увидели, мы вообще об этом человеке латвийской политике можем говорить только в одном отношении, насколько он ответственен за то, что происходит сейчас в Латвии. Он же создал эту политическую ситуацию, если так смотреть. Этот парламент, да, и в принципе он же создал ситуацию, когда рабочие места получили работники его канцелярии, да, это такое, я в свое время говорила, что это такой переворот канцелярии, да, когда, где вы видели еще, что когда президент уходит в отставку, что его ведущие работники канцелярии становятся министрами в этом государстве, где он был президентом. Это у нас только в Латвии, это, я думаю, такой феномен, который еще политологи будут изучать и создавать модели, как это могло произойти. Я думаю, тут ответственность господина Затлерса, политическая ответственность очень большая, и если мы говорим, что избиратель оценит, ну, то он уже оценку получил сейчас, не ожидая выборов. Два вопроса не могу не задать, один про Домбровского, второй про Ушакова. Когда господин Домбровский делал свое заявление рядом с президентом о том, что он ходит в отставку, он, ну, и голос дрожал, и губа дергалась, и как-то мне было жалко его по-человечески, то есть мне кажется, вот он заплачет, по-человечески мне было жалко. Это действительно его самостоятельное им принятое решение, или это не его решение? Я думаю, тут сходятся два момента. То, что он это принял, это, конечно, но кто заставил его так принять решение, я думаю, что определенную роль сыграл президент, который после своего выступления, которое цитировали Юросоюз, Эроньюз, на всех языках шло это, да, СНН тоже давал эти объявления, и, понимаете, в мире должно, в правительстве произойти какие-то изменения. В любой стране это уходят министры, которые ответственны, отстраняют официальных лиц, которые ответственны за это, а у нас тишина и благодать, если не считать, что там немножко в Рижской думе расшевелились. И я думаю, что господин Берзинч очень, я так предполагаю, довольно строго у Домбровского спросил, что происходит, что вы в правительстве делаете. А это, знаете, первый раз, когда у Домбровского, как у человека, спросили, что ты сделал. А то он все время так спокойненько, спокойненько. Помните госпожа Кантане, актриса, как она его расцеловала, сказала, не волнуйся, наш медвежонок, не волнуйся. И гладила по щекам, да. И, по-моему, он немножко такой среде был, что он как медвежонок, немножко сидел спокойненько, все там дела делали, да. И сейчас ему накопилась чисто человеческий, ненормальная ситуация для него. Один министр уходит, одна партия там сопротивляется. В кабинете министров порядок не навести. И тут чуть-чуть президент наехал на него, да. И чисто человечески видно было, что он сломался. Медвежонок сломался. Сломался, а что, и должны крачу отвезти, если медвежонок, а тут крачу не отведешь, да. И второй момент, я думаю, что он через час, наверное, пожалел. Но когда он вечером пришел на телевидение и вдруг понял, что он от премьера, которому делают упреки, стал любимым героем нашего народа, то он, я думаю, сейчас не так-то и забеспокоен за то, что он ушел в отставку, поскольку Европарламент ему открыт, это понятно, что за него изберут, проголосуют сейчас, и на место, если Пебаокса попадет, тоже, то есть он свою цель достиг, если так. Но он достиг не потому, что он делал политическую карьеру, все продумал, рассчитал, вот модель А, модель Б, что-то изойдет. А вот сложились такие обстоятельства, потому что очередной раз у нас в народе кого любят, того, кого бьют. И не важно, бьют правильно или неправильно. В этом смысле Ушаков должен ли уйти в отставку тоже? Вот завтра, во вторник, будут уже там баррикады на Ратушной площади, как за, так и против. Должен уйти или не должен? Вот, ну, по совести, так сказать. Если так смотреть, то в Рижской Думе не создалась такая ситуация, как она создалась в правительстве по отношению к президенту. По отношению к Рижской Думе этого выступления не было. Но я думаю, Рижская Дума сама очень должна продумать, как она работает и что происходит. И потому что это не чисто хозяйственные дела. Избирается ведь партии, да? И платформы ставятся. А то, что два представителя строительного этого региона, Рижской Думы, сидят в тюрьме, об этом уже забыли. И я думаю... Мы имеете в виду дело Департамента развития, Штрамс, Лилович, Штрамс и... Ну да, ну да. И никто не взял ответственность политическую на тот момент, когда это произошло. Ну, это же была Дума, когда был Биркс и... Ну, там же сидели те же люди, которые сейчас руководят Рижской Думой, и Ушакова там не было. И я боюсь, что если господин Ушаков не примет такие серьезные шаги к тем людям, которые и тогда отвечали, и сейчас отвечают за это, если он оставит только то, что господин Цилис написал заявление, что он уходит, то он может создать неприятные ситуации в Рижской Думе. Хотя я не верю, что там баррикады будут строить. И так у нас произошли дела, были дела гораздо круче, и никто не строил баррикады, и у нас это как-то принято. Нет, нет, но сейчас вот видите, как вы сказали, акцент сместился в пользу Домбровского. Он народный герой, ему пишут по ТЭЦ и БСВ, осталось там все, что угодно. А Ушаков тут антигерой. По крайней мере, у латышского электората это очень четко видно, что вот он виноват. Домбровский ушел, и Ушаков должен уйти. Он не уходит. Но у него нет такой ответственности, как у Домбровского, если смотреть со стороны того, кто глава государства. Все-таки есть уровни разные, да. И тут, конечно, господин Ушаков сам должен принять решение. Но я думаю, что он больше должен смотреть в сторону своего заместителя, который все время отвечал за это, что происходит в Риге, вы знаете его и прозвище, и так далее. И все это было... А какое прозвище? Ну, как 20%. У Америкса? Ну, вы первый раз слышите. Я понимаю, что вы первый раз слышите, да. Я иногда просто читаю газеты, да. Это не я придумала. Я... Моя мама верила всему, что было написано в газетах. Я просто читаю, принимаю информацию, да. Я же не могу сказать, что он так поступает. Но это прозвище ведь известно в Риге. И я думаю, надо посмотреть на эти вещи, которые, по-моему, иногда происходят за спиной господина Ушакова. И он как лидер впереди, который все... должен как будто все знать. По-моему, он не всегда четко все знает, что происходит за его спиной, чисто в хозяйственных и строительных делах. Ну, рейтинг Центра Согласия упадет? Я боюсь, что нет. Не боюсь, ну, как сказать. Я думаю, что нет. Хотя сейчас такой рейтинг, как сейчас у Центра Согласия, и последнее, что я видела, 31%. Былая эта тенденция просадки на пару процентов каждый месяц. И, знаете, до выборов столько времени. Народ за три месяца все забывает. Это мы будем смотреть, что произойдет дальше, какие будут поступки. Ну, например, если Рижская дума остановит строительство еще пару магазинов Максима или что-нибудь такое, рейтинга будет восстановиться там, где он был. Кого президент назовет в качестве кандидата премьера? Вот чтобы быть фактически техническим премьером до выборов. Это же все понимают. Это все понимают. Но тут, я думаю, что сейчас партии сидят меж собой, не меж собой, а внутри, и рассуждают, как кого выдвигать. Националов? У националов нет премьера. У них даже министров. И у них и министров нет. Там есть некоторые мальчики, вот помните, обраны в возде в грудях, да? Да. И они продолжают таким же образом идти. Причем эти мальчики не хотят в министра идти, обраны в грудях. Там же работать надо. Там с гвоздями и разговорами одними не пройдешь, да? Это отпадает. Партия реформ, тогда возникает вопрос, что это такое вообще? Сколько их останется после Нового года, да? Может быть наберут фракцию пять депутатов, может быть, ну десять, и тогда уже очень хорошо. Тоже ничего. А ваши прогнозы побегут дальше? Будут лежать вот. Ну а куда? Да, ну а куда? Ван и Гаеби-то ушли, и это не последний. Ну а Спруч, кандидат в премьеры, кто бы кто уходил из партии, да? Господин Затлерс и Спруч, они же были как единая команда, когда шли на выборы. И если уходит игрок номер два в команде, тогда что еще вообще? Они отпадают. Да? А теперь очень интересная ситуация, куда подадутся эти трое, которые ушли из партии реформ. Пойдут они, как мы иногда в народе называем Ocean Band, да? Банду Олштейн, нельзя бандой называть, да, конечно. Создадут они большую такую девятку, да? И девятка это уже сила, это уже наравне с партией реформ. Но одна, единственная сила, которая остается, как, я думаю, единая, которая вот сейчас считает, кого поставить, это Вену Атыба. Зеленые не пойдут, им не надо премьера. Хотя, если так посмотреть, ведь все говорят, ну сколько там осталось? Но мы помним то, что обычно в июне делают поправки в бюджете. И, как сказать, этот бюджет сделан с таким накоплением, что там можно найти деньги. И там уже можно рассчитать в июне, если делать поправки, дать учителям, дать немножко медицине. По туризмам позаниматься, все это, так сказать. Так, 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 шикарно так это сделать. Сделать хороший пиар. И смотрите, в октябре может и рейтинг вырости. Но надо найти человека, который был таким ловким, который мог бы все это объединить. У зеленых крестьян тоже, тех, которые они называют, ну они довольно такие, ну, я бы хотела сказать, не настолько ловкие, чтобы вот соединить. Я думаю, что опять вернут, ибо будет искать своего человека, может это быть и господин Пабрикс, поскольку он и хорошо смотрится. Но согласится ли он? И тогда другой вопрос, сможет ли он подобрать таких министров, которые будут работать хоть немножко как команда, а не просто как сейчас, когда они собираются. Ты не поймешь, подерутся, не подерутся. Наверное, у нас не Италия, не Испания, да, там не подерутся. Но то, что они работают каждый в свою сторону, не могут даже друг с другом нормально говорить, так такое правительство, премьеру ничего не даст на выборы. Спасибо вам большое. Всего самого доброго. Это Илга Крейтус. Я прощаюсь с вами, не переключайтесь, потому что впереди прямо сейчас новости. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok